Добрый день дорогие друзья! Продолжаю свой отчет по сборке летающего крыла ZF-X61. Выбранный мой план доработок базируется на проблемах, с которыми столкнулись моделисты, собирая базовый сетап крыла без доработок. Итак, поехали! Получив видеопередатчик H&TX801, я заметил, что на мощности 600 мВт он греется довольно неплохо, но не критично. Было принято решение организовать систему охлаждения. Для начала из медной пластины вырезал радиатор, так как свой радиатор видеопередатчик не имеет. После лужения припаиваем пластину к передатчикам. Продолжение следует... Установка видеопередатчика производится в крыле, дабы избежать наводки на GPS. Продолжение следует... Изначально думал вышлифовать фрезой посадочное место под передатчик. Способ не из быстрых. Под руки попался старый импульсный паяльник, который в роли паяльника никуда не годился, а для резки пены, переделав жало в самый раз. Жало согнул из медного провода толщиной в 2 мм. Так как передатчик хотелось бы защитить от травы и мусора крышкой, это создавало некоторые проблемы охлаждения. Из углов пластиковой коробки вырезал воздухозаборники. Далее прожог каналы для воздухопотока. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Поставив видеопередатчик на свое место, наметил место расположения антенны. Вклеил коннектор антенны на эпоксидную смолу. К сожалению, я не нашел в продаже пластиковый гайк на 3 мм. Решил воспользоваться термоклеем. Шурупы в нем держатся замечательно. Ну а в будущем, нагрев термоклей паяльником, есть возможность вставить капроновые гайки. Субтитры сделал DimaTorzok Далее переходим к установке приемника и антенн приемника. Приемник радиоуправления также был размещен в крыле, подальше от всех наводок электроники. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Подготовив посадочное место под держатель, вклеил на эпоксидную смолу. Что не есть хорошо, при поломке приемника отклеить эпоксидку не вариант. Посему советую сажать на термоклей. Прогрев феном можно снять без проблем. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Для начала обклеиваем кромку скотчем. Наносим на скотч разделитель. В роли разделителя я использовал пчелиный воск. При отсутствии последнего можно использовать два слоя с промежуточным высыханием в жидкое мыло. Дав просохнуть, работает как разделитель. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Через 2-4 часа, изначально разметив защиту, для дальнейшей обрезки снимаем. Защита получилась довольно прочная. В любом случае это жестче и прочнее армированного скотча. Суммарный вес обеих защит 50 грамм. Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня это все. В следующем видео перейду к сборке фюзеляжа. Расположение электроники. Усиление моторамы. Отрежем нос у самолета. До свидания дорогие друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...